МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На расширенном заседании Кабинета министров Чуваши обсудили итоги социально-экономического развития Республики в 2014 году. Участие в разговоре приняли депутаты Государственного совета, руководители муниципалитетов, предприятий и организаций, общественные деятели. Открывая заседание, глава Республики Михаил Игнатьев отметил, практически по всем показателям 2014 год получился лучше, чем 2013. Выросли индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли, реальные денежные доходы населения. Удалось сохранить лидерские позиции в строительстве жилья. Касаясь строительной отрасли, в прошлом году по предварительной оценке на 10% увеличились объемы строительных материалов, произведенных предприятиями Чувашской Республики. В прошлом году Республика вошла в число участников программы «Жилье для российской семьи». Что нам это дает? Участники данной программы получат безвозмездные финансовые средства в расчете 4 тысячи рублей за 1 квадратный метр введенного жилья после подписания государственных контрактов. В рамках программы планируется построить 210 тысяч квадратных метров жилья экономического класса, приобрести такое жилье по доступным ценам и улучшить свои жилищные условия смогут около 5 тысяч семей со средним достатком. Мы понимаем, что ресурсы подорожали, хотя определенные решения правительством Российской Федерации приняты. где-то 12,8% будет субсидироваться кредит, который возьмут наши заемщики, нуждающиеся в жилье. Социальные обязательства, прописанные в бюджете на 2014 год, выполнены полностью. Строятся детские сады, фельдшерско-кушерские пункты, другие объекты. Со следующего года Чувашия намерена подключиться к федеральной программе строительства новых современных школ. В то же время нельзя скрывать, что уже с прошлого года экономика России развивается в неблагоприятных условиях, отметил глава республики. По предварительным данным, потери консолидированного бюджета Чувашия в текущем году составят более 3 миллиардов 300 миллионов рублей. Это уже вынудило правительство республики отказаться от некоторых проектов, которые первоначально были заложены в бюджете. Поэтому сложившаяся ситуация требует принятия антикризисных мер. В феврале мы утвердили план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2015-2017 годы. Он разработан в соответствии с методикой, представленной нам правительством Российской Федерации, и состоит из четырех разделов. Первый раздел – это активизация экономического роста. Второй раздел – поддержка отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. Третий раздел – обеспечение социальной стабильности, содействие и изменение структуры занятости, социальная поддержка граждан, обеспечение медицинскими препаратами и другими услугами. И четвертый раздел – мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере. Кроме того, план включает перечень конкретных мероприятий по импортозамещению, снижению издержек бизнеса, поддержке малого и среднего предпринимательства. Будут приняты также меры по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования государственного и муниципального имущества. Здесь практически мы вместе с вами вышли уже на рыночные механизмы. Никто, ни один чиновник, рощерки импера, государственное, муниципальное имущество не может распределить, раздать. Все делается открыто, публично, конкурентно. Цифры, характеризующие состояние экономики Чувашии, преимущественно со знаком «плюс». За счет использования передовых технологий обеспечен рост производительности труда. Внедрение инвестиционных проектов позволило открыть более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Увеличение промышленности, лесхозяйственного производства. Это рост объемов вводимого жилья, реальных располагаемых денежных доходов, обороты розничной торговли, объемы платных услуг. Ну и в целом инфляция сложилась ниже, чем по Российской Федерации и Приволжение федерального округа. Увеличилось количество предприятий, чей объем отгруженной продукции превышает миллиард рублей в год. Их доля в общем объеме производства почти 70%. Кроме того, обеспечен задел на 2015-й. Это Чебоксарская электротехника и автоматика. Это и инвестиционные проекты с японской компанией Fujikoro Automotive по созданию в Чебоксарах производства жгутов для автомобильной промышленности. Это и открытие единственного в России завода по производству турбокомпрессоров. Заканчивается проектирование новых производств для размещений в индустриальном парке Чебоксар, среди которых проекты по производству импортозамещающих изделий для нужд энергетической, отрасли и здравоохранения России. Мы совместно с предприятием вели платформную работу и по системе государственной поддержки. Выстроили отношения с федеральным правительством. И по итогам 2014 года из федерального бюджета на реализацию проектов привлечено более 650 миллионов рублей. Это завод имени Чапаева, специальное покрытие для судостроительной промышленности. Это ВНИР «Прогресс», специальные электротехнические изделия для оборонно-промышленного комплекса. Это промтрактор, бульдозер, это сельхозяйственные техники, это продукция легкой промышленности и так далее. Кроме того, Республика поддерживает производителям, причем предоставление налоговых льгот. Только по итогам 2014 года общая сумма налоговых льгот составила 672 миллионов рублей. Это таких предприятий, как «Промлит», «Чувашкабель», «Ляконт», «Элита», «Чебасарс» электротехника автоматика, это открывшийся завод «Хевилл» недавно. Ну, то есть по итогам 2014 года государственной системой поддержки была оказана на сумму 1,3 миллиарда рублей. Безусловно, определенный приоритет был уделен в 2014 году развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Как результат, макроэкономические показатели малопредпринимательства сохраняются стабильными. Михаил Аччич тоже озвучил, в 2014 году у нас доля ВРП, доля субъектов малого и среднего предпринимательства составила 17,6. Тогда как в 2010 году он дотягивал до 16%. Это каждый процент, он достаточно тяжелый, за него стоит бороться. Сегодня у нас действует порядка 46 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Оборот увеличился на 6,5% по итогам 2014 года, составил 257 миллиардов рублей. Различными мерами воспользовались у нас порядка 6,9 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 572 миллиона рублей. То есть 572 миллиона рублей мы только в 2014 году вложили в субъект малого и среднего предпринимательства. Всего у нас мы за последние 4 года вложили почти 1,5 миллиарда рублей. Как результат, это безусловно налоговое отчисление. Если мы прогнозили в течение года это порядка 15%, то год завершили мы с ростом налоговых поступлений в 28,6%. То есть уровень налогоплатежей 2,7 миллиарда рублей. Кроме того, что радостно для нас, это по итогам 2014 года количество малых и микропредприятий увеличилось на 1,8 тысяч единиц. При этом следует отметить, что мы вкладываем деньги никуда и мы в действительности отслеживаем судьбу каждой копейки, вложенной в технологическое развитие компании. Я приведу яркие примеры. Например, компания «Строймаш». Это лидер производства вторых силиконовых изделий. Программа инновационного развития, модернизация производства позволила организовать, организация расширить производственные площади, построен новый цех, приобретено новое оборудование. Начиная с 2010 года, когда организация получила первую помощь, сегодня втрое увеличены объемы производства продукции. Ну и в том числе зарплата на этом предприятии, она по республике в сопоставлении с республиканским значением и одна из самых больших субъектов малого и среднего предпринимательства. Руководители ряда предприятий «Чуваш» убедительно проиллюстрировали выступление тростлевого министра. Практически все они пережили экономический кризис 2008 года и вынесли оттуда ценный опыт. Первое – никогда нельзя пускать руки. Второе – любую ситуацию можно обернуть в свою пользу. Нужно лишь искать возможности. Надо признаться, девальвация российского рубля, произошедшая в четвертом квартале прошлого года, начала положительно сказываться на конкурентоспособности техники, выпускаемой нашим заводом. Как на мировых рынках, так и на внутрироссийском. Это дает ожидание по росту экспортных продаж в 2015 году. На рассмотрении у нас сегодня уже находится, часть подписана. Это заказы порядка более чем 30 машин в 5 стран мира. Поскольку практически на складах Российской Федерации остатки иностранной техники, завезенной по старому курсу, исчерпаны, а по ценовому фактору техника промтрактора на сегодняшний день стала крайне привлекательной, то мы с конца прошлого года стали ощущать серьезное увеличение как интереса, так и спроса на нашу продукцию внутри страны. Заказов на сегодняшний день мы имеем свыше 130 машин. Это как минимум фронт работы на 3 месяца. Что позитивно, надо отметить, что в структуре заказываемых машин увеличилась доля тяжелого класса, так называемые 35-40 классы, используемых именно в нефтегазовых, золотодобывающих, угольных торослях. В рамках федеральной селевой программы развития оборонно-промышленного комплекса Россия реализуется институционный проект, направленный на модернизацию резинотехнического и механических производств. За 2012-2014 годы реализовано и освоено порядка 430 миллионов рублей инвестиций. Из них 290 – это федеральные средства, со 40 – наши собственные. Средняя численность работников предприятия выросла на 230 человек, составила 2348 человек. То есть за 2014 год мы создали 230 новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2014 года сложилась на уровне 25 тысяч рублей, что более чем на 26% выше 2013 года. Несмотря на все это, основные задачи 2015 года – это продолжить реализацию проектов по строительству завода перекиси водорода, на который мы потратили в прошлом году порядка 300 миллионов рублей, и выйти на активную стадию и фазу реализации проекта строительства завода производства глифосата. Суммарный объем инвестиций, который планируем за ближайшие 3-4 года собственник внести освоить на химпроме, порядка 10 миллиардов рублей. Эти предприятия все, в принципе, совпали с программами импортового вещения, и никто не знал в том году, когда мы в теории разрабатывали эти заводы и заключали договора на проектирование, что эти продукты попадут под эти программы, могут попасть под эти программы. Хочется выразить большую признательность и сказать слава благодарности лично Михаилу Васильевичу за то, что он принял участие в диалоге между нами и министрами эконом-развития, министром промышленности Российской Федерации. Диалог был направлен на то, чтобы внешний эконом-банк все-таки предоставил нам инвестсредства, и мы ожидаем представление их в мае на строительство последовательно двух предприятий. За истекший 2014 год объем отгруженной продукции составил 4,3 миллиарда рублей. Рост к 2013 году 43%. В 2015 году план выпуска продукции составляет почти 6,7 миллиардов рублей. Это на 56% выше объема прошедшего 2014 года. В 2014 году наряду с прочими мы достойно выполнили два важнейших государственных оборонных заказа. Это позволило заводу в текущем году получить от Министерства обороны новые заказы. При этом в 2014 году в бюджет перечислено в общей сложности 418 миллионов рублей. Из них 259 миллионов – это федеральный бюджет, 146 – республиканский бюджет и 24 миллиона рублей – бюджет города Шумерли. В 2015 году перечисление в бюджет составит уже 576 миллионов рублей. Такие темпы роста не могут быть на пустом месте. Предприятие очень активно развивается, внедряются новые методы управления производством, методы планирования, контроля и диспетчирования за производством. Внедряются принципы поточной сборке. Реализовывается ряд инвестиционных проектов, проводится реорганизация и модернизация производства. Закупается новое производственное оборудование и ремонтируются производственные площади. Главным активом для завода всегда остаются люди. Мы чувствуем огромную социальную ответственность, еще и потому, что завод является градообразующим предприятием. Многие работают на ШЗСА целыми семьями, и благосостояние этих семей напрямую зависит от завода. В среднем же по республике заработная плата, несмотря на замедление темпов роста в четвертом квартале, увеличилась по сравнению с 2013 годом и превысила 20 800 рублей. Задолженность перед работниками сократилась почти на 3 миллиона рублей. Сегодня предприятия недоплатили сотрудникам около 20 миллионов. Ожидается, что полностью задолженность будет погашена к июлю текущего года. Сократился и государственный долг Чуварской республики. Госдоп на 1 января 2015 года составил 11,2 миллиарда рублей. 58% к собственным доходам. Доля рыночных заимствований составила 39,6% от собственных доходов. В среднем по субъектам Приворского федерального округа долговая нагрузка составляет 59,3%. Чувашия ПФО располагается на пятом месте. Обеспечена экономия средств республиканского бюджета на расходах по обслуживанию долга через следующие механизмы. Использование механизма управления ликвидностью единого счета бюджета. Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете бюджета под 0,1% годовых. Эффективная работа с федеральным казначейством по привлечению краткосрочных кредитов на региональном уровне позволила нашим городам, Чебоксары и Новочебоксарск войти в число 128 пилотных муниципальных образований, выбранных по России для внедрения данного механизма заимствования на муниципальном уровне. Расходы на обслуживание госдолга в 2014 году составили 1,1% общей суммы расходов республиканского бюджета. Республика улучшила свои позиции, поднявшие по данному показателю среди субъектов Приворска и Федерального округа с пятого места в 2013 году на четвертое место в 2014. 2014 год в целом завершен с положительной динамикой роста по основным показателям. Вместе с тем, в конце 2014 года экономика вошла в зону турбулентности. С учетом кризисных явлений, затронувшись Россию, перед субъектами ставятся новые вызовы по обеспечению сбалансированности бюджета и преодолению складывающихся негативных тенденций. В республике сегодня разработаны три варианта развития бюджета. Первое – это базисное исполнение бюджета в утвержденных параметрах. Второе – снижение объемов доходов на 3,3 миллиарда. Это неблагоприятные сценарии развития бюджета. И третье – стресс-бюджет – это сокращение расходов в более чем 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день исполнение бюджета идет по второму варианту. Правительством разработан антикризисный план. В рамках реализации антикризисного плана на 2015 год ставится задача оптимизации бюджетных расходов, в том числе путем перераспределения средств на наиболее приоритетные направления. Должно быть обеспечено экономное и эффективное расходование средств. Необходимо обеспечить в полном объеме финансирование публичных, публично-нормативных обязательств. В целях экономии бюджетных расходов в 2015 году на содержание государственных должностей уменьшены расходы на 17%. Сегодня главой Чувашской республики подписан указ о снижении денежного вознаграждения указанных категорий лиц на 10%. Одним из самых позитивных было выступление руководителя Минсельхоза Чуваши. Несмотря на рост цен, посевная кампания 2015 по сравнению с прошлым годом обещает быть более успешной. Обеспеченность посевным материалом больше, его кондиционность выше. Единственное, что повлияло на активность аграриев – подскочившие ставки по кредитам. Но Сергей Павлов успокоил коллег. «Правительством Российской Федерации 27 января было принято решение по субсидированию процентов ставок по кредитам, исходя из ключевой ставки. Вот по короткостроительным кредитам мы теперь будем субсидировать от 17,4% до 17,6%. То есть основная ставка, которая ляжет на сельхозпроизводителя, это где-то от 6-5%. Я считаю, что это, ну как сказать, уже приемлемая ставка. И сегодня можно констатировать то, что заявки у нас пошли. На сегодняшний день заявки в банках лежат на сумму 300 миллионов рублей. Я думаю, что в ближайшее время они будут рассмотрены, и эти деньги пойдут на подготовку к весенним полевым работам. По инвестиционным кредитам у нас ставка будет субсидироваться от 11 до 11,25%. И малые формы хозяйствования от где-то 9 до 11% годовых. Хочу сказать, что в прошлом году у нас была задержка процентов ставок по кредитам. Общая сумма где-то была 200 миллионов рублей. Но на сегодняшний день мы вот уже сельхозпроизводителем перечислили 415 миллионов рублей. Это общие субсидии. Если с прошлым годом сравнить, то в прошлом году на эту дату было всего 80 миллионов рублей. Практически 5 раз это больше. И хочется отметить, что вот по лично подсолненном хозяйстве у нас большая задолженность была. По прошлым году мы ее закрыли. Вот 200 миллионов уже перечислили. Сейчас уже перечисляем январские субсидии и будем готовить уже февральские расчеты. Поэтому входим в плановый режим. И в целом по финансированию проблем у нас не должно быть. О работе в 2014 году читался и полномочный представитель Чувашии при президенте страны Леонид Волков. Представительство в Москве стало важным звеном серьезной работы с федеральными структурами. Налаживание контактов на федеральном уровне оборачивается для республики солидной бюджетной прибавкой. Чувашии активно участвуют в реализации различных целевых программ. Каждая встреча, будь то дни республики в Совете Федерации или презентации в иностранных посольствах, нацелены на результат. Представительство осуществляло ежедневный мониторинг обращений в адрес федеральных органов исполнительной власти. Следующее направление – это участие в совещаниях в администрации президента, в аппарате правительства, в федеральных министерствах и ведомствах по вопросам содействия органам государственной власти Чувашской республики. Следующее направление деятельности представительства – это меры по повышению инвестиционной привлекательности Чувашской республики. Надо отметить, что представительство принимает активное участие в разных конференциях с докладами, в том числе и на английском языке, целью продвижения Чувашской республики в инвестиционном пространстве. Только за последний год с докладами представители полномочного представительства выступали на таких серьезных мероприятиях, как Первый международный форум по иностранным инвестициям, форум крупного бизнеса, эксперт-400, Гайдаровский форум и так далее. Надо отметить, что в рамках Первого московского международного форума по иностранным инвестициям была отдельная презентация Чувашской республики, получасовая. И честь выступить на Первом международном инвестиционном форуме было предоставлено только трем субъектами – это Калужская область, Волгоградская область и Чувашская республика. Полпредство объединило под своей крышей национальные культурные центры, военно-патриотические организации. Их движущей силой стали наши земляки, живущие в Москве. Здесь открыли даже школу по обучению родному языку. А совсем скоро, в апреле, на базе представительства заработает Чувашский информационно-культурный центр. Говоря о задачах на 2015 год, глава Чуваши Михаил Игнатьев напомнил участникам совещания слова президента России. Все общественные, политические силы должны включиться в практическую работу, делом доказать свою заботу о людях, об интересах своей республики, своих территорий, всей нашей любимой России. Нужно отодвинуть, пригасить все противоречия, деструктивные конфликты и прекратить споры о том, кто главнее. Главнее всех людей, ради которых мы работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова